Вести презентацию буду я, Михаил Рогачёв, член правления Международного мемориала, но представляю я город Циткарька. Так что я как бы человек со стороны. И с вашего позволения я коротко и начну, именно как человек со стороны. Потому что к Сандармоху я имею только то отношение, что дважды был на этих днях памяти. Но как историк мне приходится заниматься тем же поиском. Я в частности редактор коммерчесбурганского монстролога «Жертв политических репрессий и покаяния». И мой краткий рассказ вступления как раз касается взгляда поисковика со стороны. Я должен сказать, что сегодня мы действительно представляем книгу уникальную. Ирина меня спросила, понравилась ли тебе книга. Я сказала, понравилась ли это зря. На что я сказала, вот фиг тебе. Ну понравилась, ничего не поделаешь. Критиковать я её сегодня не буду. Оставлю это другим. Не буду это критиковать, потому что книга, повторюсь, действительно уникальная. Дело в том, что это, пожалуй, первая книга, которая раскрывает нам сложнейший путь от небытия, скажем так, к созданию места памяти, которое в чём уникальность Сандармоха, международного места памяти, международного уровня. У нас таких мало. У нас, к сожалению, такая история. Много расстрельных мест. Много расстрельных кладбищ. Почти во всех регионах. Ну хоть в какой-то степени найдены или определены места, где упокоились расстрельные в годы большого террора и в другие годы советской власти. Не будем ограничиваться большим террором. Но Сандармох, конечно, не имеет особое значение. Это уже международный, если память. Но многие из вас, людей заинтересованных, знающих, могут перечислить места, где погреблены расстрельные в годы большого террора. Ну да, Бутова, Левашова, коммунарка, по-моему, Сандармох. Это каждый может в своём регионе назвать. Это я называю места, которые действительно имеют международный. Но ни об одном из этих мест не написана история создания места памяти. История, которая стала уже памятью места по существу. Кроме Сандармоха, уникальной страницы. И кроме того, Сандармох, вы понимаете, это ещё и место сопротивления. Об этом пятый отдельный акт этой книги. Так получилось, что он стал местом сопротивления, по сути дела, отношения к государству. Которое одной рукой заявляет о необходимости сохранения памяти жертв политических репрессий. Будем называть своими именами жертв террора политического. С другой стороны, делает всё, чтобы эту память присвоить себе. То есть сделать такой, какой она удобно государству. И по существу, действительно, уникальность истории Сандармоха ещё и в том, что она окончилась трагедией, которая может, не окончилась, пока окончилась, скажем так. Это не завершена. Трагедией, которая может стать вовсе не трагедией. Я имею в виду дело нашего коллеги Юры Дмитриева. Которого, в общем-то, мы все хорошо знаем. Это, наверное, отдельный сюжет. Но, по сути дела, поддержка Юры Дмитриева – это поддержка сопротивления Сандармоха. Это новое понимание, я бы сказал, переосмысление того, чем стал Сандармох в современной российской истории. Я повторяю, это ещё и место уникальное. Ведь это одно из немногих мест, очень немногих мест, где было определено место расстрела. И где названы все имена. Практически все, я ведь не ошибаюсь, да? Все имена. Потому что Сандармох, как вы знаете, это не только Соловецкий этап 1111 расстрелянных. Это и место, где погребены, расстрелянные в Карелии. Эти имена восстановлены Юрой Дмитриевым. Вот все имена. А Сандармохский этап, имена Сандармохского этапа. Вот Ирина и её коллегами это восстановлено. Понимаете? И в то же время, вот Сандармох, место типичное. Есть все имена, есть место захоронения, есть памятное место. А нет могилы. Потому что могила-то есть, места провальных ян. Неизвестно, кто где лежит. Да, это тоже, в общем-то, вот это типично. Мы теперь не можем найти могилы конкретных людей. Вы знаете, это в книге хорошо рассказывается, что люди сами определяют, в каком месте поклонятся памяти своих родных. Не имея конкретного места, куда можно поклонить колено. И это ещё, в общем-то, не самый плохой вариант. Повторяю, есть имена, есть место. Просто я вам приведу пример из тех, с чем мне приходилось иметь дело. Один из расстрельных лагерей, где действовала директива расстрела, это Ухта-Печорский лагерь в Гоме. Хорошо известно число расстрелянных. Известны имена. Известное место кирпично-заводного в Куте. Вот уже в течение 20 лет мы не можем найти, где они расстреляны и погребены. Нет могил. Есть имена, есть указания на место. Найдено место расстрельного лагпункта, а могил, захоронений нет. И по сути дела, те, кто приезжает в Оркуту на кирпичный, могут похорониться только памятному кресту на месте лагпункта кирпичный завод, но не на могилах своих близких. Многие приезжают. Но так и осталось. А вот в Ухте вообще не удалось пока найти место захоронения. Известно место расстрелов. А где оно конкретно было? Где могилы? Неизвестно. В Сандар-Мохе это и есть. Это достаточно нечастый случай, скажем так. И вот рассказ о том, действительно, как найденное место расстрелов, ставшее местом памяти, в книге подробно рассказывается, как именно, какие ритуалы, какие обычаи сложились вокруг этого места памяти и на этом месте памяти. Как вот эта история стала памятью места уникального, имеющего международное значение. Подробно, конечно, об этом расскажет автор и другие выступающие. А я на этом, пожалуй, свое короткое вступление закончу. Значит, хочу так и в заключение сказать, что книга эта уникальная, издана издательством Местор История. Это не мемориальская книга по изданию, скажем так. Поэтому она продается, вот здесь вы можете ее купить. Но автор хочет несколько экземпляров вручить, ну, она сама скажет кому, в знак признания памяти этих, заслуг этих людей. Спасибо. Вы знаете, ну, с этого начинается книжка. Книжка начинается с памяти семейной, первых дней памяти, которые проходили в Сандармохе. И я подробно описываю, почему место памяти формировалось еще тогда, когда не было слова Сандармох. Еще не были известны имена всех расстрелянных в Сандармохе. И на этом пути мы были вместе. И поэтому я хотела, вместе с теми, кто искал своих дорогих, своих родителей, своих близких. И поэтому я бы хотела, чтобы мы сейчас все вместе понимали, что не было бы найдено это место, не было бы, я уж не говорю про книжки. Книжка это просто фиксирует то, что получилось за эти годы. Но не нашли бы мы Сандармоха, не нашли бы мы место захоронения 6241 человека, если бы не сила памяти о родных и близких. Поэтому я хочу, чтобы мы все вместе подарили сейчас эту книжку Нину Михайловну, пожалуйста. Нина Михайловна первый раз поехала на Дни памяти на Соловкин в 1989 году. Это были первые дни памяти. И тогда думалось, что это последнее место пребывания мамы Нины Михайловны и дяди, что Соловкин. И Соловкин тогда было вот этим знаком памяти, что вот здесь они были. Нина Михайловна, если хотите, скажите два слова. Нет, у меня слов нет, потому что я так благодарна всему коллективу, спасибо большое, потому что такую большую работу проделываю. Это потом, когда вы прочитаете? Конечно, я не прочитаю. Спасибо. Потом, может быть, в конце вечера вы захотите что-нибудь рассказать. Спасибо. За это деливаш. Пожалуйста, Елизавета Александровна. Это... Не знаю, удалось ли нам вот уже 31 год, каждый год собираться и вместе ехать, если бы не ваша память, мужество и желание обязательно оказаться на Соловках, обязательно оказаться в Сандармохе. И поэтому... Ну, без вас не было бы этого поиска. И мне очень не хочется... Анна. Мне очень жаль, что нету папы сегодня здесь. Папа вообще есть. Виктор Флегонтович совершенно замечательный человек. И мы с ним познакомились уже в разгар этого поиска. В одном из следственных дел Соловецких заключенных, с которыми мы знакомились, был запрос. И вот так мы соединились. И это было уже в самом финале. Но та радость от общения и от той любви, которую он сохранил к своему отцу, пропавшему, бывшему в этом пропавшем этапе. Вот, не знаю, мне все время хочется перед ним отчитываться. Ань, книжку передай, пожалуйста, папе со всеми словами любви, благодарности, и что мы его вообще очень ждем. Даниил, спасибо вам большое за вашу память про вашего деда и за ваш интерес. И нам вас очень не хватает в Сандармохе каждый год. Да, я возвращаю вам. А я, соответственно, передаю слово Никите Елисееву, литературному критику, культурологу, пожалуйста. Ой, культурологу. Спасибо. Значит... Не за что. Я, прежде всего, хочу сказать, что испытываю большое неудобство. Огромное неудобство. И сейчас объясню, почему. Понимаете, вот, когда говоришь о таких вещах, все время ощущаешь себя, как, извините, на поминках или на похоронах. Когда, ну, только умер не один человек, а очень много. Да? Убито. И перед лицом этого, как-то, любые слова будут неуместны. И уж тем более будут неуместны любые рассуждения. А, тем не менее, говорить об этом необходимо. Ну, как на поминках или на похоронах. Вот. Но, когда ты будешь говорить, ты все время будешь понимать, что, в принципе, ты говоришь что-то неуместное. Тем более, что ты никогда этим не занимался. Опять-таки, из такого, некоторого числа плюс-то, что ли. Потому что это все очень страшно. Действительно страшно. Вот. То есть, перед мемориальцами я снимаю шляпу и кланяю символом. Потому что это страшная и жуткая страница. И вот после этого я немного порассуждаю, ощущая всю неуместность, и к чему-то даже кощунственность. Немного порассуждаю про эту книгу. А она действительно уникальна. Это правильно Михаил сказал. Она уникальна, вот, повторю слова Михаила, тем, что она впервые рассказывает, впервые, насколько я понимаю, каким образом, собственно говоря, выясняются имена расстрелянных, имена тех, кто расстреливал. И выясняется, что с 90-х годов это сделать было сложно не только потому, что... Ну, сложно. Но и потому, что просто ставились трепоны совершенно откровенные. Об этом есть просто в главе, в одной написано, как Ирина и Вениамин вот буквально вот так показывали эти дела в архиве ФСБ, вот посмотрел и убрал. Правильно я говорю? Это еще хорошо. Это еще хорошо. И вот, собственно, там есть вообще как-то нечто зловещее, потому что первый человек, который начал заниматься террором в Карелии, как я выяснил, Иван Иванович Чухин, бывший следователь, милицейский хороший следователь, он, оказывается, в 97-м году погиб в автомобильной катастрофе. Вот тогда, сказал я себе, ну, историю с Вениамином Йофи вы все знаете, да? Вот. И вот теперь еще Юрий Дмитриев. То есть какая-то очень зловещая получается история. И очень, на самом деле, непрозрачная. Потому что, как опять же верно сказал Михаил, это же одно из немногих мест, где точно известно, где находятся расстрелянные, где точно известны имена, и где точно известны времена расстрельщиков, да? А во всех остальных этого нет. Чего они скрывают? Время-то столько уже прошло. Но опять-таки понятно, чего они скрывают, потому что если будут раскрыты все эти ямы, все, куда они складывали людей, то будет понятно, что это был за кошмар. Вот. То есть есть вот такой момент жутковатый в этой истории. И, конечно, нам надо поклониться Ирине Флиге за то, что в этой книге она рассказала про Юрия Дмитриева. Потому что, опять-таки, когда становится понятно, чего они так все взъелись. Потому что он был одним из тех, кто точно назвал имена и тех, и тех. И, конечно, надо думать о том, как вытащить ее, и что делать. Я, например, не знаю, что делать. Теперь я, рассказавши об этой книге, о том, как... То есть Ирина Флиге описывает о том, как она, как вот эта группа-мемориал, разыскивает это место. И как разыскивает его... То есть оно находится, с одной стороны, случайно, с другой стороны, закономерно. Потому что ищется последний этап Соловчан. И благодаря книжке Евгения Лукина выходится на отдел капитана Матвеева. Совершенно чудовище. Вот. И вот через это дело капитана Матвеева выходят почти на точное место, где были расстреляны люди. Вот. То есть, на самом деле, ну, в общем, там это случайно получилось. В общем. Вот. Там, кстати говоря, приведена объяснительная записка этого капитана Матвеева. И опять-таки, я просто благодарен Ирине Флиге, потому что ничего подобного я не читал. То есть, бед... То есть, с минимумом знаков препинаний, с невероятным количеством орфографических ошибок, слово «работа» он упорно и настойчиво пишет через букву «о». «Работы». Он работы проводил. Вот. Ну, и вот, говоря об этой книге, я не могу не сказать об одной вещи. Это, видимо, любимая мысль Ирины Флиге, она ни разу не была ее повторять, о том, что, собственно говоря, парадокс. Хорошо так говорить, а даже покраснел. Ну, потому что, ну, супертрагедия. Ну, парадокс всей этой трагедии состоит в том, что жертвы есть, преступления есть, а преступников, в общем-то, нет. Ну, с чисто житейско-политической точки зрения, понятно, почему нет преступников, потому что, ну, некая организация, в которой, ну, работали эти преступники, она, ну, ну, каким-то образом, ну, наследовала государственную власть. Поэтому как-то и неудобно говорить, что вот мы, собственно говоря, наследуем преступников. Это понятно, это с одной стороны. А с другой стороны, вот тут я понимаю, что я вступаю на очень опасный ход. Такой парадокс, будь здоров, как бы. Ну, вот, да. Вот, понимаете, какой фокус? Если посмотреть на тех известных людей, которые находятся в Сандармохе, Узенбайгер, Микола Зеров, Лесь Курбанс, то Евгения Мустангова, у меня даже рука загражала, то уясняется, что все они были, и это один из, на самом деле, один из, одна из тайных 37-го и большого тура, все они были честные коммунисты, честные, искренние, в общем, близко даже не помышлявшие, о каком бы то ни было, о каком бы то ни было, я не знаю, там, перевороте, еще чем-то. То есть, для них это, это было прежде всего ударом, там, допустим, для Узенбая Герда, который был, ну, удмуртским коммунистом просто. Другое дело, что он занимался удмуртской национальной литературой и поэтому был осужден как националист. То есть, это вот, вот, возьмем Евгению Мустангову, так она же жесткая раповка, она писала такие статьи про Булгакова и Замятина, просто белгвардеец Булгаков содрогался. Это вот один из парадоксов таких. То есть, можно догадаться, почему это происходило и Вениамин Йофи правильно, абсолютно правильно сказал об этом, что, собственно говоря, снимались не, превентивно снимались не оппозиционеры, а те, кто мог бы стать оппозиционером. А оппозиционером может стать человек яркий, человек талантливый, человек со своим представлением, допустим, о развитии национальной культуры. Он, бог знает, о чем может додуматься, поэтому прежде его нужно снять. Вероятнее всего, в этом какой-то ответ на вопрос о этом, кошмаре большого террора. Но вот этот страшный парадокс, вот этот самый, его, по-моему, нужно иметь в виду. По-моему, мне так кажется. заключение после моего спутанного и такого пупанного моего выступления, я могу сказать, что, конечно, эта книга замечательная, фактологически замечательная. И главное, что эта книга, она делает то, что и должна делать. То есть, как это, век вывихнут из суставов, зачем же рожден быть костоправым. То есть, она вот соединяет, вот тут пытается быть костоправым времени. То есть, она соединяет времена 30-х, времена перестройки, времена 90-х и наши времена. Вот. И, конечно, имеется некоторая зловещесть в связи этих времен, потому что совершенно очевидно, что государство сейчас, вот сейчас, государство не то, что собирается присвоить себе эту память, присвоить, ну ладно, оно просто собирается ее, вот, ну, забыть. Ну, это же вообще фантастика, то, о чем пишет Флиги, когда вдруг ни с того ни с сего появляется статья двух историков, которые утверждают, что вообще в Сандармохе лежат не расстрелянные НКВД, а расстрелянные финскими оккупантами, значит, эти вот, ой, извините, эти уже советские солдаты, это уже, ну, как бы, вершина вранья, лицемерия, цинизма полная. Вот. И это, конечно, очень такой зловещий вахт, зловещий. Ну, и плюс к тому сидящий по облыжному и позорному обвинению Игорь Дмитриев. Вот все, что я хотел сказать, извините, есть ли что не так. Спасибо. Спасибо. На правах ведущего я бы хотел одну ремарку внести. Я, видите, считаю, что в открытии Сандармоха нет случайности. Есть случайная закономерность. потому что я это основываюсь на опыте своей поисковой работы. Вы же видите, что я так влезаю со своим, но работая много лет, примерно по таким же методикам, я вам скажу, что если вы хотите найти что-то, вы обязательно найдете. вам обязательно в руки попадется случайно дело Матвеева. Но оно не могло не попасться, понимаете, когда проводится столь широкий и глубокий поиск. Даже поиск может временно окончиться неудачей. Возможно у него вообще нету победного конца. Вот вопрос опять к тому же истории с воркутинским расстрелом. А ведь там могил просто нету. Вот 20 лет мы искали место у погребения и мы только через 20 лет поняли, что его ведь и нету. Их расстреляли в марте. В марте в воркуте мягко говоря еще не очень тепло. Их просто не могли закопать. Их расстреливали это я точно могу сказать из пулеметов и скорее всего просто бросили в тундре. Нет погребения. А потом птицы, звери дикие растащили самолет отшлил. Нет погребения. Вроде бы поиск закончился неудачей. Можно это назвать неудачей? Мы вскрыли мы рассказали еще об одной жестокой и ужасной странице. Расстрелянные были без имен и без человеческого упокоения. Вообще без упокоения. Их бросили просто в небытие. Но как и в Сандармохе все имена мы восстановили. И в Сандармохе эти имена известны. Можно ли считать это неудачей? Нет это пусть случайное, но это закономерная случайная удача. Вот все, что я хотел добавить. А теперь я с удовольствием передаю слово редактору Александру Даниэлю и все. Включен, да? Ну вот продолжая Мишу Рогачева я хочу сказать, что старик Энгельс говорил в свое время много глупостей но у него есть одна замечательная фраза случайность это есть проявление и дополнение необходимости. Никогда не думал, что я по Энгельсу скажу. По Энгельсу сказал, да, извини. Тепленькая компания. Да, это у Набокова красивше. У Набокова случайность логика фортуны. Тоже неплохо. Никита Елисеев начал свое выступление со слов, что ему здесь выступать неудобно на эту тему. Я хочу сказать, что мне страшно удобно выступать на эту тему и по этому случаю. Потому что главная эмоция, которая меня обуревает, это книга наконец есть. Она наконец вышла. Этот кошмар сколько? Полутора летний, да? Примерно полутора летний кошмар с подготовкой этой книги к печати наконец завершился выходом ее в свет. И я просто счастлив и хочется расслабиться и вообще честно говоря ничего не говорить. Но раз уж меня обязали, то я несколько слов все-таки скажу. Значит, я случайно стал редактором этой книги. Кстати, о случайности. Да, ну или может быть это был коварный замысел Флеги с самого начала, но не думаю. Она меня постепенно заманила в эту работу. Ты вообще ты Да, ну я понимаю, нет, вот Олег Николаев настоящий редактор, но его здесь нет. А я был, просто попал в ловушку. Но сначала она мне говорит, я что-то тут накорябала, да, посмотри, как тебе это нравится. Я посмотрел. Я говорю, да, здорово, нравится, да, интересно. А потом она говорит, слушай, а вот тут не надо ли переставить что-то. Я говорю, да, пожалуй, надо переставить. Она говорит, а вот я еще главу написала. Как тебе кажется, там все есть, что нужно сказать? Я говорю, нет, по-моему, нужно сказать еще то-то, то-то и то-то. А значит, потом она мне дает следующую главу. Ну и так далее. В общем, постепенно я ахнуть не успел, как оказался редактором этой книги, но на самом деле со редактором, тогда еще редактором. Николаев возник позже намного. Потом, к счастью, возник Олег. Вот. И на самом деле то, что я в эту работу действительно втянулся, действительно втянулся, это, честно говоря, не только коварство в лиге тому виной, я втянулся в материал. Мне меня захватил, захватило, как бы сказать, движение текста в этой книге. Я в какой-то момент понял, что это такое по жанру, не по содержанию, Никита. По содержанию от чего, что-то все знакомо. А меня захватил жанр интеллектуальный крест с элементами детектива, архивного исследования, там вдруг какая-то публицистика и полемика, публицистика возникает, вдруг культурологический анализ. и все это значит не в смеси такой экректической, а как-то очень оказалось выстроено в результате работы над книгой. И я хочу сказать, что вот это выстраивание само по себе было отдельной и тяжелой работой. Я благодарен этой книге за то, но правда не только из-за этой книги, я начал свое длительное сожительство с базой данных Юрия Дмитриева, с базой, которую он построил еще в 2000-м примерно году, и базой, которой я до сих пор не перестаю удивляться, с которой можно изучать как тоже приключение, как детектив, и которая страшно содержательна. И конечно значит вот эта база это и есть главный вклад на мой взгляд Дмитриева в Сандармох. Не сам процесс открытия, не реализация мемориальная, а вот это вот создание вот этого уникального совершенно источника. Ну вот. И это собственно и вот это вот напряженность напряженное слово архитектоника здесь плохо звучит, потому что архитектоника это что-то такое стабильное, да? Это не архитектоника, а как сказать? Ну драматургия. Драматургия. Да, драматургия текста, да. А она захватила и не отпустила до тех пор, пока я решительно не сказал, что хватит, уже больше ничего с этим текстом делать не надо. Меня, правда, Ирина не послушалась, и еще они с Олегом что-то еще делали. Вот, ну ладно, это на их совести, да. Вот, наверное, они еще улучшили эту книгу. Очень возможно. Ну вот, собственно, это почти все, что я хотел сказать, но я хотел сказать все-таки еще одно вещь. Вот кто прочтет эту книжку, тот поймет ключевой момент, как бы сказать, кульминацию детективной интриги в этой книге. Кульминация детективной интриги в этой книге, как совершенно справедливо определил Никита Елисеев, это дело Шондаша Бондаренко, дело Матвеева. Это вот тот поворот, тот неожиданный поворот, после которого все становится ясно. Но это дело действительно Вениамин Иоффе и Ирина Фриги видели из рук ФСБшника Калельского, который не давал читать, ну, как бы листать это дело, не давал его изучить как следует, а то, благодаря вот этим из рук увиденным фрагментам, ведь посмотрите, окей, ты поправишь меня, удалось найти, реально найти вот это вот самое место, но для того, чтобы доказывать оппонентам, что это место, это место, место, нужен нормальный, спокойный, фундаментальный научный поиск и научные исследования, в частности, дело с Шондашей Бондаренко. Я бы сказал, в первую очередь, дело Шондаша Бондаренко, так, чтобы можно было уже архивные адреса писать в сносках и так далее, точные цитаты выверять и так далее, и протоколов троек Калиевских, и копии протоколов двойки московской, и тогда это значит, этот все то, что сделано и найдено, только тогда становится академически подтвержденным научным фактом. Я знаю, что Петербургский институт истории обращался совсем недавно, в этом году, обращался в Карельское ФСБ с просьбой допустить специалистов Института истории Российской Академии Наук к изучению этого комплекса документов. Ну и получили они морду в обществе. Это не мы, не мемориал какой-то там иностранный агент и так далее, не нам отказали. Отказали, повторяю, Институту истории Российской Академии Наук в грубой, но, в общем, на мой взгляд, почти неприличной форме. И отказали без всяких правовых оснований, потому что, хотя бы потому, что всем этим делам уже давно исполнилось 75 лет по закону, они открыты для исследователей эти дела. Вот на это я хотел бы обратить ваше внимание. Если все остальное можно объяснить чиновничьим равнодушием, ленью и так далее, то вот это абсолютно противозаконное противодействие академическому учреждению. Это уже, я бы сказал, тенденция, однако, как сказано в известном анекдоте. Ну вот на это я хотел бы обратить внимание, чтобы ключик, золотой ключик от всей этой истории все еще в руках тех, кто совершенно не хочет никаких Буратин туда пускать. Ну и последнее, если говорить о интеллектуальном уроке, который мне как редактору и как читателю, и как советчику, но не будем продолжать цитат после на значит, удалось вынести из всей этой истории, из книги, из самой истории поиска, из самой истории мемориализации, о которой я ничего не сказал, но она столь же детективна, как и история поиска. Вторая часть книги, там детективный накал не снижается, просто это интеллектуальный детектив становится, так вот, все это умещается в одной единственной фразе, произнесенной, насколько я понимаю, в 98-м году Вениамином Иофе, и которую мы постарались вынести на заднюю обложку этой книги. Люди могут побеждать, но для этого нужно одно, найти пропавший этап. прожить, пожалуйста, извините, слышно, да? У меня просто вопрос есть в связи с выступлением с Александром Юльчик к Ирине. Ирина, а вот Шондыш и Матвеев, они реабилитированы? Нет. Нет, конечно. И в этом, и на этом не ссылаются. Да, прошу прощения, но все-таки некоторые поправки к тому, что ты сказала. Значит, да, ну, действительно, это важные моменты, про это очень многие спрашивают и всех интересуют. Значит, что такое дело Шондыша и Бондаренко и капитана Матвеева. Это дело по превышению власти открытое в Карелии. Сперва против Шондыша и Бондаренко и еще нескольких их помощников, которые чекистов, которые приводили в исполнение расстрельные приговоры в Медгоре, в Сандармухе. Их в 38-м дело было открыто в марте 38-го. В марте 38-го, а в конце 38-го к этому делу присоединен Матвей. Почему? Потому что их обвиняли в том, что они во время перед казнью издевались, пытали заключенных приговоренных казни и во время следствия объяснили, та процедура, чудовищная совершенно процедура, состоящая из целого набора издевательств разных, этой процедуре их научил капитан Матвеев, когда приезжал в Метгору для приведения приговора в исполнении соловецких заключенных. И тогда они запрашивают из Ленинграда, потому что капитан Матвеев был в ленинградском НКВД, и они запрашивают привезите сюда, арестовывают Матвеева и приобщают к этому делу. По тем фрагментам, но это все есть в книжке, я не буду это все детально, я только по поводу этого дела. И вот поэтому в этом деле, почему мы рвались к этому делу, потому что в этом деле могли содержаться подробности о расстреле соловецких заключенных, благодаря которым можно найти место. И это оказалось правдой. Но было очень трудно добиться разрешения ознакомиться с этим делом, потому что 75 лет не прошло в то время, потому что эти люди, проходившие по этому делу, не были реабилитированы, никогда не будут реабилитированы. И разрешение ознакомиться с делом было получено благодаря запросу Борщева в центральное ФСБ депутата Валерия Борщева с просьбой предоставить возможность познакомиться с этим делом, но только в отношении местонахождения расстрельного полигона. Это было изначально 96-й год. И поэтому, когда мы приехали уже с разрешением из центрального ФСБ в Карельское ФСБ, нам принесли все тома, правда, принесли. И сперва представитель архива сам листал дело, но сориентироваться в нем не мог, потом он отдал нам листать, но только те тома, которые относились к Матвееву. Потому что Матвеев расстреливал Соловецкий этап, мы ищем место расстрела и захоронения Соловецкого этапа, и поэтому вот только то, что относится к Матвееву. Дальше ему лень стал самому листать, он дал листать нам. Мы находили те места, сперва очень косвенные, потом более подробные, которые свидетельствуют о мести. Значит, сперма появилась первая, что ему нужны были машины, и все это, понимаете, это все ужасно, потому что это все технические, как бы он все время жалуется на технические свои проблемы, что он попросил столько-то машин, а ему столько машин не дали, а вместо машины ему дали покрышки, чтобы он на месте за эти покрышки достал машину. И там выскакивает расстояние до 16 километров. Там все детали на самом деле прописаны, потому что вот, но я к тому, что ты не прав. Мы сами листали дело, и находя страницы, мы должны были у них спросить разрешение, что мы хотим эти страницы откопировать. А ксерокс у нас был свой. Мы копировали, копировали немножко больше, чем согласовывали, но после этого сотрудник архива их просматривал, брал ножницы и вместо целых листов нам отдавал лапшу. Вот, поэтому на самом деле у всех вот этих копий ссылки были и номер дела, и вы увидите в книге, есть номер дела, есть номер дома, есть номер страницы, все есть, но в некоторых случаях, когда, ну это была бешеная такая работа, кто быстрее накопирует, кто быстрее нарежет лапшу, да, и поэтому некоторые документы вы увидите, у меня есть номер страницы, но у меня нет номера дома, ну не успела я поставить на вот этой вырезке номер дома, в некоторые цитаты, да, но номер дела есть всегда, да, но я даже это пишу, что условия копирования не позволили успеть зафиксировать все эти на обрезках, да, то есть вот в чем проблема, но еще раз, мы все дело не видели, мы видели только тома, относящиеся к Матвееву, мы не могли прочитать внимательно и полно все эти документы, и они действительно необходимо к ним получить доступ свободный ко всем документам и ко всем томам дела. это может быть это я слишком метафорически высказал. да, 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 сделай. У вас дискуссия закончилась? Да. Кстати, говорят, такие дела во всех лагерях были после расстрелов, то есть они расстреляли, а потом сделали всем пальчиком, неправильно, нехорошо расстреливали, и завели дела в тех лагерях и в Магадане, и в коме, на тех, кто превышал свои полномочия при приведении следствия и приговоров в исполнении. В коме вообще забавный случай. Начали с мужиков разбираться, который проводил следствие, и выяснилось, что он расстрелял не того, а на фамилице расстрелял бедолага. И возник вопрос, а что делать с тем, которого не расстреляли, но который приговорен к расстрелу. К сожалению, его уже не нашли, он успел освободиться. Самое загадочное. Такие дела были везде. И вообще, они все закрыты, заметьте. Надо ли объяснять что-то не случайно? Полагаю, что не надо. Так, а у нас значит слово имеет Светлана Кульчицкая, кинорежиссер. Светочка, вот тебе надо отметить. Миток, можно сначала? Я хочу сказать... Свет. Вот это я так очень громко говорю. Я хочу вручить Ирочке это тоже. Спасибо. Сказать огромное спасибо, просто личную очень благодарность за то, что она мне доверила прочитать прочитать эту книгу до того, как она начала окончательно печать. Это была ночь, я читала ее до поздней ночи, мы с ней переговорились. Это не просто замечательная книга, это талантливая книга. Она талантливая по своей задумке, по построению драматургическому, очень интересному, по чувствам, которые туда вложены. Хочу остановиться на языке. Вы знаете, много ведь мы читаем, мы знаем достаточно много, а может быть мало, нет, наверное, мало еще все-таки о том времени. Читали разные книги, начинаю с Луженицына когда-то, я помню, что я читала его, по-моему, под одеялом с фонариком и с жужжащим даже. И могу сказать, что для меня это первая книга, первая книга, которую я, несмотря на то, что это страшно, несмотря на то, что ты знаешь автора, и ты все-таки где-то внутри отдаешь этому отчет, хотя потом об этом забываешь, я ее очень легко читала. Чем обычно мы грешим журналисты, как я думаю, и многие люди, кто работает с публикой, кто пишет книги на подобные темы. Вы знаете, бывает трудно читать. Трудно читать. Некоторые предложения надо перечитывать несколько раз, чтобы вчитаться и понять смысл. Здесь этого нет. она, как это не парадоксально, абсурдировано. Она легка. Она легко читается. И это прекрасно. Это прекрасно, потому что ее будут читать, если о ней больше рассказывать, больше говорить и больше издавать. Я, например, когда прочитала письмо этого урода, у меня первое сразу, что появилось в голове, ну, помимо таких личностных чувств, отношений к нему, что это письмо необходимо опубликовать обязательно. Я позвонила Ире и сказала, а ты разрешишь, как только выйдет книга, опубликовать отдельно это письмо с комментарием, для того, чтобы как можно большее количество людей понимало, что это было за время и что это были за люди, которые занимались, работали в этом, работали, как работали. И я думаю, что это необходимо делать. И на ногу, да? И на ногу, да, возьмите, извините, пожалуйста. Это, я считаю, что это делать надо обязательно. Если говорить о драматургии памяти, это замечательная придумка, это замечательная идея, смысловая, стилистическая, драматургическая, человеческая. я хочу сказать, что вот это вот, это вот называется книга памяти. Эта книга стала вот то, о чем говорит Ирина пишет. Это память. И что бы дальше ни случилось, даже если будут забывать, заставлять забывать, если власть будет действовать так, как она действует, у нас уже есть как бы спрятанный клад вот этой книги, в которой так понятно, так ясно, так четко, так интересно рассказано о людях того времени, рассказано о тех, кто убивал этих людей, рассказано о власти, которая тогда была, и рассказано о том, как трансформируется человеческая память. Вот мы с вами собрались здесь, ведь это место лучше тоже давно стало местом памяти, потому что здесь создавалось так многое, так обо многом рассказывалось, обо многом рассказывалось, и это организовывал человек, который начинал Салавки, Сантермох и Салавки и Офе. И поэтому создание вот этой книги, это действительно, на мой взгляд, очень большое явление в истории нашей страны. Это... И хочу сказать, что на мой взгляд еще большое достижение, она, конечно, об этом не думала и не думает, и будет смеяться над мной, наверное. Следующим, она взяла на себя работу, и не оставила. Они будут, конечно, дальше исследовать, но она сделала огромную часть работы, которую не надо будет делать следующим поколениям. Они будут ее дописывать еще, но этого они уже делать им не надо, это уже есть. Это сделал и Офе, это сделала она, это сделал Дмитрий, у которого завтра суток. Очередное заседание. и поэтому только за это, вернее, за все за это, я думаю, что вот лично я не с тобой буду. Ну, дальше мне даже очки одевать не надо, чтобы вспомнить следующее выступающее, потому что мы наконец-то добрались до автора. Слово или не не раньше, что-то говорим. Да, но, во-первых, это не первый раз, а третий уже. Ну, наверное, автор должен сказать, как он дошел до жизни такой, да? То есть, почему случилась эта книжка? Это действительно, для меня это действительно был вопрос, потому что вот все, что есть в книжке по фактографии, мне собирать было не надо. Это все было собрано более двадцати лет назад. И мне казалось, что все, что и даже частично опубликовано, и дальше понятно, и вообще, ну, все уже как бы сделано. И мне даже делать не надо. но все, что касается памятников, благодаря совершенно замечательной всей команде НИЦ-Мемориала и фонда ЙОФ, мониторинг всех памятников, которые ставят Сандармок каждый год, и представление их на сайте, я обязательно хочу назвать всех, всю команду, это Дмитрий Притыкин, это Женя Кулакова, это Лена Кондрахина, Таня Моргачева, Коля Соколов, и всем я пишу благодарность, потому что без нашей дружной замечательной команды этого просто бы ничего не было. Не было бы этого ежегодного мониторинга всех памятников, поиска, кто поставил памятник, что он думал, почему он такой памятник поставил и так далее. И казалось, что в общем книжка не нужна. И я в этом пребывала, в этой полной уверенности многие годы. Но случилась 80-летняя годовщина Большого Терора. И наши коллеги в Польше решили, что нужно провести конференцию, посвященную истории Большого Терора. И в первую очередь Польская операция Большого Терора. И так получилось, что на эту конференцию я поехала с докладом про Сандармох. Не могу, я испытывала некоторое даже недоумение. Ну что про Сандармох опять рассказывать, все известно. На сайте есть, публикации есть и так далее. Но именно тогда по дороге я поняла, что рассказывать надо не отдельно историю, не отдельно про памятники, не отдельно про церемонии памяти. и особенность Сандармоха это то, что это единственное место, сама себя сейчас перебиваю, но это важно, что это единственное в России место международного дня памяти. Когда люди собираются в Сандармохе из разных стран, и не только постсоветского пространства, которые были непосредственно вовлечены в советскую историю, близкие которых оказались захоронены в Сандармохе. это вышло далеко за пределы локальной советской истории, потому что память о терроре, память об этих преступлениях, память о людях, которые там были расстреляны и захоронены, это не частное дело России. И вот это не частное дело России стало внятно именно в этом месте. И в этот день приезжают люди из разных стран, представители практически всех дипломатических миссий, которые есть в Петербурге, потому что это северо-западные регионы, в общем есть возможность присутствовать. Так вот, мне казалось, что все это существует внятно, каждый год в лесу, на расстоянии 19 километрах от маленького города Медвежегорска собираются сотни людей, все работает, ничего уже не надо. но вот мне в этом докладе на большой конференции в Варшаве, посвященной истории польской операции НКВД, оно сложилось, где нет отдельно истории места, нет отдельно памяти места, а вот оно сложилось, и я тогда и произнесла вот этот доклад о драматургии памяти, а дальше началась мука написания. И доклад не случился, написанный в сборник, потому что оказалось, что остановиться невозможно, и настал момент, когда надо написать все, а все, как вы понимаете, оказалось книжкой, а не статьей в пол листа, в которую эта драматургия не поместилась. Мне очень стыдно перед устроителями конференции, но меня поняли, потому что ну вот, то есть это произошло, вообще технически произошло с толчка, да, вот надо поехать, сделать доклад, и тогда это и придумалось. Но это как бы из истории необходимости написания. А если говорить совсем всерьез, то для меня за вот эти столько лет жизни в мемориале и исследованию для меня самая главная всегда была проблема, это проблема языка. как говорить о терроре, как говорить о ГУЛАГе, какими словами и как это делать, и как понимать, как понимать документ, как понимать память, и память очень разная, и память конфликтующая, и память собирающая, и вот эти все элементы нужно было связать вместе, документ, память, миф, а миф ничуть не хуже точных исторических данных, потому что миф работает, и миф работает по-своему, и как это все складывается вместе. и в каком-то смысле для меня именно работа над этой книжкой стала опытом или находкой, а может быть, только поиском способа говорить и писать об истории террора и ГУЛАГа. Наверное, так. Вот. Я еще что-то должна? Ведущий? Нет. должна должна. Ну, я не смею прерывать автор. Спасибо. Автор имеет привилегию говорить без ограничений, то, что он считает нужным. Спасибо. Ну, после этого, можно сказать, апокея, пожалуйста, у кого есть вопросы и кто хотел бы выступить? Вы будете рассказывать или вопрос? Я не вопрос, не вопрос. С удовольствием передаю. Ой. Только, ради Бога, давайте договоримся как положено представляться, ладно? Незаверное, что большинство из нас знает друг друга, ну, будем соблюдать такое вот правило. Хорошо? Пожалуйста. Первое, я хочу уточнить насчет Матвеева. Вот, в первой книжке книжки Иофия. Мало того, что его наградили еще за его подвиг в кавычках. Именно ими часами. Да. Но потом его отстранили от работы за превышение власти. А самое-то главное, что он умер в своей постели в 74-м году ни наказан ни за что. Вот, это первое. И второе, меня удивляет, что даже в день памяти 30-го октября никакого покаяния не произведено до сих пор. и так мелко по телевидению поведут это событие. И все. А теперь, кратко, я хочу вспомнить, как первый раз мы поехали на место, когда раскопали в Петрозаводском ПКВ списки расстрелянных собаках, где оказалась моя мама и ее Толя. Пригласили, поехали мы в 98-м году, по-моему, это было... В 97-м. В 97-м, да. И он нас собрал в баре, в гостинице, сообщил, что завтра повезем, автобус маленький будет, всем места не хватит, будем по частям отвозить туда на место. Из Недвежбурска. Ну, мы утром встали, выходим на крыльцо, а еще не знали, что это транслировалось на Петрозаводске. Смотрим, перед гостиницей стоят три икароса, две волки с снегалками. По обеим сторонам дороги стоят жители и значит, ну, в рупор объявляют. Первая группа, первый автобус садится группа из Ленинграда. Вторая, второй автобус московская группа, третий там с Украины и еще там. Тут у меня уже дыхание уже не могла ни о чем думать даже. Привезла я еще с собой крест, мне сделали в Мухинском училище это все такое. Ну, в общем, сели мы в автобус, вдруг две женщины вбегают, можно мы к вам тоже посоединимся, у нас там тоже расстреляны были. Конечно, садитесь и все. И когда это все двинулось в путешествие впереди мигалки и автобуса, ну, тут уж у меня все забыл, я уже не могла, ничего не соображала и комок в горле все. Подъехали мы к месту, где высадились. Идем, асфальтированная дорожка. Потом уже Иов это ложил. У нас что-то пообещают, ничего не сделают. А тут ничего не обещали и асфальтировали даже этот путь к месту расстрела. Во-первых, Карелия очень хорошо подготовилась к этому мероприятию. Построили часовенку, сделали вот эти столбики из бруса подстроганного. Ну, там, в общем, ямы эти все были обозначены там, ну, туда расстреливали, да. Вот. Ну, сделаны были три постамента для православия, православные постаменты, католической и еще еще какой-то веры, я бы сейчас не помню. Ну, в общем, все это мероприятие были так хорошо все выполнены, сделаны. Ну, и Карелия, конечно, продолжает там тоже все делать. В общем, ну, все, пока. очень много прошли, Я почетный председатель Корейского общества украинской культуры Калина. имею самое непосредственное отношение к Сандармуку. Ириночка, хочу вам сказать, что все же мы вас чуть опередили. Мы издали первые книги по Сандармуке, конечно, с таким немножко узким уклоном, она у нас называется так, Сандармук, точка приемным ценам Украины. Конечно, я и в мыслях не имею права сравниться с вашим трудом, у меня в Субботе примитивно, более, я бы не сумела ее подарить, но вы ее пересняли у меня, поэтому о Карелии я могла многое рассказать, я только два года в Санкт-Петербурге живу. Что я хочу сказать, я с удовольствием присоединяюсь к вам вот предыдущей дамы, я не успела запомнить имя, прошу прощения, Карелия действительно в начале с таким вниманием, с такой любовью отнеслась к этому, я уже Ирине говорила, что я прошу в этом году дать мне возможность на ритинге сказать два слова и привести дословно слова депутаты Возгума Пегнева, что она нам обещала в 89-м году, когда было открытие. Кригер сам главы правительства Украины, Карелии. Я просто хочу без критики, без призыва к чему-то привести слова. Очень жаль, что это прошло. Хотя сегодня мне был звонок из Карелии и если в прошлом году Министерство по национальной политике запрещало принимать участие поднялось то в этом году сказали а нам все равно хотите можете ехать хотите можете не ехать это ваше дело то есть делают какое-то поставление очень странное это мне звонил нынешний председатель украинской культуры которая уже с 14-го года не ездила я организовывала брала своих друзей а сегодня она мне сказала что едет она и ей министр сказал нам все равно это абсолютно нас не касается ну слава богу уже их не касается поэтому я хотела бы вот это вот сказать я книгу купила я ее еще читала надеюсь что я буду в таком же восторге как все остальные и очень надеюсь на то и для всех присутствующих хочу сказать что я благодарна бесконечно еще и местным властям Недвежегорска потому что наш крест там много стоит памятных знаков национальных всех разных наш крест стоит на главной паяне на главной паяне памяти и крест наш шикарный мне генеральный консул польщик дать все декады и это нам дали такое место и еще когда там были деревянные кресты нам мы сумели поставить его в начале когда я этим занималась от начала и до конца и хочу сказать что мы единственный памятник украинца за пределами бывшего Советского Союза который построен только наличные пожертвования украинцев всего мира только наличные не просили государства это правда потому что я была слишком гордая не просила ни в России ни в Украине и вот мы на эти пожертвования поставили вот такой памятник и поэтому кто будет в этом году в Сандербурге я прошу всех к нашему памятнику потому что друзья мои я уже созвонилась я надеюсь что мы с вами почти там всех и поляков и украинцев и татар и всех кто будет с нами спасибо Ириночка спасибо у нас есть сомнение что хуже все запретить и нам все равно да это вам все равно нам все равно лучше нам все равно лучше давайте проголосуем все запретить это позиция она все равно лучше тоже позиция это нормально передайте пожалуйста он включен спасибо я тут два слова хотел бы добавить мне кажется что все-таки мы должны все-таки выключить наверное во-первых вы тут очень вторых предполаг Даниил представьтесь Даниил Кацубинский внук одного из расстрелянных входит большого советского я думаю что мы должны сегодня не только о Юрии Дмитриеве говорить хотя понятно что это центральная фигура во всей сегодняшней драматургии драме которая продолжает разворачиваться и завтра суд и естественно необходимо добиваться чтобы и этот суд окончился оправдательным приговором но есть же еще один человек который тоже арестован Сергей Калтырев директор Медвежегорского исторического музея и не важно совершенно признал свое иму в ходе следствия не признал те люди которых расстреливают ноября 37 многие тоже признавали свое вину при этом они были невиновны естественно потому что те кто попадает в этот молох они совершенно не обязаны выдерживать все неспособные им пытки моральные физические и так далее но ясно после чего был арестован Сергей Калтырев после того как он пытался воспрепятствовать вот этим самым кощунственным раскопкам которые там очень мило рвил и сразу же после этого было возбуждено уголовное дело и он оказался за решеткой и теперь непонятно когда он выйдет на свободу учитывая что это дело запущено поэтому надо обязательно и про этого человека вспоминать и требовать чтобы и его выпустили эти лапы рожались или челюсти рожались чтобы он вышел на свободу ну и два слова немножко противоречия тому что я сейчас сказал я бы хотел поделиться своим видением того почему так плотно власть пытается сдержать напор общественности мемориальный напор общественности общественности которая пытается добиться того чтобы во-первых а была вся правда сказана о репрессиях ну о терроре правильно было сказано что слово репрессии недостаточно а во-вторых чтобы государство свою ответственность признало за этот террор а ведь государство под названием Российская Федерация она себя официально называет правоприемником Советского Союза а ФСБ сегодня празднует День Чекиста который относится к 20 декабря 17 года то есть вся история спецслужб Советского Союза и нынешней Российской Федерации представляет собой нечто целое вот почему такой борт прихваткой держится я думаю что дело не только в том что действительно слишком близки вот институционально сегодняшние структуры России со структурами Советского Союза в 90-е годы была попытка дистанцироваться и в этой книге в книге это хорошо показано что была попытка как бы вот собственную версию покаяния предложить со стороны ФСБ но почему она не пошла не потому что что-то там замаячило такое вот какая-то угроза того что призовут к ответственности что будут идустрации что вообще закроют ФСБ такой угрозы не было общественный стаж достаточно пластична и власть легко может ей манипулировать как показывает практика я думаю что здесь дело в другом а в конечном счете это ведь что такое спецслужба что такое террор в истории государства российского это его фундамент это не только фундамент Советского Союза это фундамент всей России на протяжении всех 500 лет ее истории опричнина это ведь не Сталином придумано а геном опричнины и кстати сказать и даже не Иваном Дрозным это придумал просто он это довел до фазы мастер-класса ведь на терроре была основана изначально московская государственность и она так и существует до сих пор на этом фундаменте огромная страна не имеющая никаких традиций демократии самоуправления гражданского общества может находиться в состоянии стабильности только если она запугана а как только она перестает быть устрашенной властью она начинает склоняться к смуте к бунту к разнесению в щепке вот этой огромной тюрьмы народов которая представляет собой российская империя в широком смысле этого слова поэтому надо хорошо понимать с чем на самом деле борются те кто пытается поставить точки над и в истории террора который является по сути дела как я уже сказал базовой характеристикой всей российской истории а не только советского ее эпизода это вызов который историки и общественные активисты бросают системе под названием государство естественно государство защищается всеми доступными способами но это не повод останавливаться в нацистке с моей частной точки зрения это это Даниил Куцубинский автор первой рецензии очень хорошей на книгу уверенных лиги нужно только добавить что значит получается может так продолжить ваше рассуждение Даниил государство борется ни с чем а за что оно борется за стабильность а тираж будет увеличен а это к автору нет это не к автору это издательство будет ли увеличен тираж век пока она есть а там посмотрим правильно сейчас невозможно это сказать это коммерческое издание где можно будет купить где в Петербурге подожди но вон Беляк поднимает руку тем временем Николай Беляк интерьерный театр прошу прощения я действительно понимаю о чем говорил Елисеев трудно действительно говорить с этой темой мне считается замечательное отступление Данилу Кутубинского вот именно поэтому я попросил слово чтобы добавить пять копеек в этот разговор и чисто такие поэтические метафорические пять копеек за последние годы открывается все больше и больше фактов исторического прошлого России и советского периода и периода имперского и это расширяющаяся поле ужаса оно накатывает на человека на его интеллект и в окружающем сегодня пространстве которое сужается как территория свободы во многом это очень гнетает и вот сидя здесь сейчас я вдруг понял что за последнее время сложившееся ощущение что Россия это земля Молоха вот тот самый генома это действительно земля Молоха а вот то что делает мемориал историки и те люди которые посвящают свой труд всем этим проблемам это практически труд расколдовывания этой земли это то о чем говорил блок Русь красавица Русь заколдована и вот этот труд расколдовывания этого топоса это та работа которую делают эти сегодня многочисленные люди и я сейчас об этом кому-то это покажется нелепо но на фоне того совершенно фольклорно-эпического события которым является удивительный поход якутского шамана я хочу чтобы вы серьезно отнеслись к этой действительно метафизической работе которую действительно делают те люди которые имеют для этого такие метафизические силы спасибо аплодисменты Миша, был вопрос к издательству. Где книжка продается? Попроси, пожалуйста. Книгу можно будет приобрести, пока она еще в Типократии выпустила, только часть тиража, потому что к этому мероприятию выпустили. В основном она будет, ее можно приобрести на Азоне, в Мабиринте, также в книжных магазинах нашего города, это Читай город, это Буквает, это все магазины крупные, эта книга будет присутствовать. Но для удобства, собственно говоря, не выходя из дома, вы можете заказать в Мабиринте или в Азоне, это большие и крупные магазины, и приобрести. Цена ее у нас, ну, также ее можно приобрести на Гатрозаводской, 7, это Институт истории, там самая низкая цена, это 500 рублей, так же, как сейчас я продаю вам здесь. Так что, пожалуйста, милости просим, пока, ну, тираж буквально, он будет там всю неделю основной, сейчас вот только мы в мероприятию, так как постараемся. Спасибо. Еще на две. Я первая. Кто больше? На два экстремляра. Кто больше? На четыре. На четыре экстремляра. Уже подорожало, пока были. Елена Анатольевна, у меня к вам вопрос. Вот вы сказали, что отказывают в предоставлении информации. Они когда отказывают, они просто ничего не говорят или они обосновывают чем-то отказ? Были ли какие-то письменные вопросы с вашей стороны? Были ли письменные ответы? Вот я бы хотела, спасибо большое, с этим поработать. И подпиши мне он. Так, подожди, мне на вопрос ответить? Подпиши. Нет, подержи потом, я тебе подпишу. Значит... Я профессию сменил. Прошу. Еще одна. Значит, Наталья Ляйновна. Я. Мы на эту тему в сентябре будем проводить большую семинар. Сейчас мы собираем все формы отказов. Потому что они... Ну, это поэма. Они так отказывают... Все формы отказов в разных регионах. В разных регионах. Сложить. Что? Сложить. Сложить. Отдайте, пожалуйста, Лену Кондрахину здесь или... Она в коридоре. Она где-то в коридоре. Значит, Лен. Вот, Лена Кондрахина. Поднимите руку Лену, чтобы все видели. Вот. Лена аккумулирует все отказы. Все формы отказов. Когда дают дело... Теперь стали отказывать не только в ознакомлении, а в предоставлении справки. Мы пишем, сообщите нам сведения, которые вам известны. Про такого за человека. Нам говорят, да нет, не дадим справку, мы не обязаны вас обслуживать. Ну и так далее. То есть есть... И есть, конечно же, тут же наши коллеги и все, кто с этим сталкиваются, придумывают разные способы, как с этим сбороться. Вот. Вот в сентябре мы будем обсуждать, во-первых, обсуждать результат этого мониторинга. Сейчас мы собираем все виды отказов. Во-вторых, значит, все советы юристов, как они предлагают поступать в том или в другом случае отказа. Так. Я не хочу, это у меня вокруг меня мельтешение, Ирина. Все на... Так. Ну, потом купите. Ну, нормально. Как это называется? Подожди. Товар обмен. Нет. Книгоноша. Книгоноша. Коробейник. Коробейник. Вера, я тебя... Все, я ответила, что мы сейчас не будем всего этого... У тебя даты пока нет, пожалуйста. Даты у нас пока нет. Спасибо. Так, господин ведущий, я понимаю, ты переквалифицировался, но ты все вмещай, пожалуйста. Куда? Коммерция есть коммерция. Самая главная процедура берется. Кто больше? Вот. Дамки. 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 Прекратил. Дамки. 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 Я что-то упустил? Да, ты упустил. Что все, кто уже не умирает здесь от жары и тесноты, через 10 минут мы предложим по бокалу вина. Дамки.